Рука руку, мандата не лишит. Что показали депутаты генпрокурору в ответ на требования снять неприкосновенность шести своих? Транш по осени считают. За что МВФ наказывает Украину, переносит очередное валютное вливание. И проведет ли Киев работу над ошибками? Наследие младоолигарха. Что оставил после себя Сергей Курченко в Украине? И сколько денег коррупционер-чемпион вывез из страны? Инфекционная атака. Украина на пороге эпидемии кори. Как много людей уже пострадали? И достаточно ли вакцины для спасения? Добрый вечер. Давайте обсудим все подробности одновременно и очень смешной, но и очень грустной недели. В течение которой почти все внимание в Украине было приковано к регламентному комитету Верховной Рады. Наши депутаты обычно регламент не замечают и даже особо не уважают. По 10 раз могут выносить на голосование одни и те же вопросы. Наплевательски относятся к соблюдению других формальных процедур. Но, когда дело касается их лично, тут закон о регламенте превращается буквально в священный текст. И каждый пункт в нем избранники стараются отработать на все 100. Будем говорить сегодня об этом подробно, но немного позже. А начнем все-таки с респектабельных новостей. Саммит Большой Двадцатки проходит сегодня в немецком Гамбурге. Это уже 12-я встреча мировых лидеров в таком формате. И в этом году переговоры настолько важны, что руководители стран-участниц начали готовиться к ним задолго. Ангела Меркель заранее согласовывала позиции с главами государств Западной Европы. Дональд Трамп провел переговоры в Варшаве с лидерами стран Восточной Европы. Ну а Владимир Путин успел и с председателем КНР встретиться в Москве, и с немецким канцлером обсудить будущий саммит по телефону. Именно Гамбург был выбран в качестве площадки и для первой встречи Трампа и Путина. В общем, политики ждут от Большой Двадцатки больших решений. А вот удалось ли уже сегодня хоть какие-то большие решения согласовать и чем закончилась первая встреча американского и российского президентов, все узнаем у нашего корреспондента в Германии Татьяны Лагуновой. Она сейчас в Гамбурге, весь день наблюдала за переговорами мировых лидеров. Таня, я тебя приветствую. Скажи, вот очень многое от Гамбурга ждали, согласись, но что в сухом остатке? Сегодняшний день был продуктивным для мировых лидеров? И как прошла первая встреча Трампа и Путина? Да, Алексей, ну я, пожалуй, начну с того, что традиционно на таких саммитах обсуждают вопросы глобальные, и, как правило, темы повторяются из года в год. Сегодня «Двадцатка» провела сразу несколько рабочих заседаний, обсуждали борьбу с международным терроризмом, мировую экономику, климат, но, конечно, главным событием дня стала первая личная встреча Дональда Трампа с Владимиром Путиным, и это понятно. В США Трампа подозревают в том, что Россия помогла ему выиграть выборы, сам хозяин Белого дома всячески это отрицает, и в последнее время делает довольно резкие заявления в адрес Москвы. Так что, конечно же, всем было очень любопытно, как пройдет эта первая личная беседа. Встретились Трамп и Путин во второй половине дня, говорили два часа, не с глазу на глаз. На встрече присутствовали также главные дипломаты двух стран, а также переводчики. Сама же встреча была закрытой, журналистам разрешили снять только первые минуты, когда Трамп и Путин обменялись дежурными любезностями. Все вопросы, которые пытались задать журналисты, они проигнорировали и попросили прессу удалиться. Но известно, что Трамп и Путин обсуждали ситуацию на востоке Украины, Сирию и Северную Корею. Так что какие-либо детали этих переговоров мы узнаем уже в ближайшие часы, когда они просочатся в СМИ. Алексей. Спасибо, Таня. Татьяна Лагунова была на связи со студией подробностей недели. И с Гамбургом мы еще вернемся к обсуждению саммита 20-ки. Пока впечатление такое, конечно, что эта встреча в Верхах запомнится скорее протестами в Гамбурге, новостей которых очень много в информационных лентах, чем какими-то серьезными политическими решениями. Пока же вернемся к политическим решениям, на принятие которых у наших депутатов пока что не хватает, ну, наверное, силы воли. Я о неприкосновенном сериале. Он продолжился и сегодня, на очередном заседании рекламентного комитета Верховной Рады. Главный герой этой пятницы – Борислав Розенблат и все те же – Юрий Луценко и Назар Холодницкий. Эмоций было не меньше, чем в предыдущие дни. А заседание на все 100% напоминало качественную судебную драму, которой позавидовали бы лучшие кинематографисты. Но каков ее финал? О судьбе Розенблата наш корреспондент Александр Васильченко. Такого жиотажа в регламентном комитете парламента, наверное, не было никогда. Целую неделю здесь рассматривают представление о снятии неприкосновенности с нардепов. Каждый день новое дело. Поезд медитаканности пришел. Сегодня разбирали обвинения в отношении депутата от БПП Борислава Розенблата. Еще перед заседанием генпрокурор обещал документальный фильм с доказательствами вины нардепа. Вот кадры скрытой камеры, прикрепленной на агента на Букате. В кадре иногда появляется человек, похожий на Розенблата. Разговоры о разрешении заграничной компании добычи янтаря и подкупе чиновников для получения необходимой документации. На этих кадрах видно, как агент передает 20 тысяч долларов охраннику Розенблата. По словам генпрокурора, задержанный охранник полностью подтвердил факт передачи денег Розенблату. Данные эпизоды абсолютно четко показывают наявность подставок для внесения мною подания, не только для згоди на притяжение до криминальной ответственности, но и затримания и арешки народного депутата Розенблата за статьями злоуживания в плыру и отримания хабаря. Сам Розенблат заявил, показанное видео, не документальный, а художественный фильм свою причастность отрицает, заявляет эта спланированная провокация. Это очень замечательный фильм, художественный фильм. Я считаю, что действительно он принят профессионально. 40 миллионов гривен, 100 миллионов гривен, в принципе, вытрачено на этот фильм. Сразу хочу запрещать, что я не знаю, кто эти актеры, которые в этом фильме выступают. Перед вами яркий приклад борьбы бурстиновой мафии с моей депутатской деятельностью. После этих слов нардепа генпрокурор пошел в словесное наступление. Борис Соломович, для меня все закончилось в момент, когда я увидел вас на среде, как вы говорите агенту Катерине. Солнце, у нас такая жизнь с этой дебильной страной. Борис Соломович, не подайте мандат и применяйте тут кино. Вы все это сделали. Перестаньте тут играть себе ангела невиновного. Юрий Витальевич, на меня это не нужно делать. Понимаете? Я очень вываженый человек. Я вижу. Все вываживайте. Борис Соломович, бабки. Вы видите? Позже Розенблат подтвердил. Женщина, которая выдавала себя за представителя иностранной фирмы, контактировала около года. Они были в доверительных отношениях, и нардеп консультировал ее по разным вопросам. Я встретился с этой женщиной после того, как законопроекты уже были зарегистрированы. Про какие хабарь может идти мова, когда я это сделал безкоштовно. Вот я просто говорю, это нонсенс. Вы смеете, и я смеюсь. В моих руках Николай в жизни не было. Жодного грамма бурштину. И я это вам скажу, я говорю, и я говорю, это официально. Я Николай в жизни не занимался выводом бурштина. Еще до голосования несколько членов комитета подтвердили аргументированность доказательной базы. И решение приняли единогласно. Не в пользу Розенблата. За снятие иммунитета депутаты будут голосовать в четверг. Генпрокурор попросит соглашение и на арест. Александр Васильченко, Евгений Каминский. Подробности недели. Телеканал Интер. Ну что ж, пока счет 4-1 в пользу Верховной Рады. Конечно, прокуроры давно так не дразнили депутатов. Сразу 6 представлений на снятие неприкосновенности. Одно на Михаила Добкина на этой неделе регламентный комитет рассмотреть не успел. Но и депутаты очень давно так не дразнили общество. Тут и превращение регламентного комитета в настоящий суд. И такие аргументы в защиту народных избранников, которые, наоборот, только раззадоривают прокуроров. Юрий Луценко в какой-то момент даже не смог сдержать эмоции и покинул заседание. Лучшие эпизоды этого шоу собрала моя коллега Инна Томина. Скандалы, интриги, расследования. Эта неделя в парламенте выдалась жаркой. Главный режиссер представления – Генеральная прокуратура. В главных ролях – регламентный комитет и они. Фигуранты дел с мандатами. Массовка – журналисты. Первая серия мыльной оперы о неприкосновенности началась в понедельник с дела народа фронтовика Евгения Дейдея. Прокуратуру очень интересует, откуда у молодого депутата столько движимого и недвижимого добра. Ведь за последние два года Дейдей смог купить два элитных внедорожника и большую квартиру в Киеве. Все это обошлось депутату в более чем 6 миллионов гривен. Хотя на все это честному избраннику пришлось бы трудиться 10 лет. Сап и Набу увидели между заработанным и купленным пропасть, мост над которой – незаконное обогащение. А версия про заем жене – липа. Если, допустим, в одном помещении сидит супруга, муж и, допустим, какой-то там знакомый, и передаются деньги жене через меня, допустим. Как вы считаете, это преступление? А под прикрытием коллег Дейдей и вовсе стал резким и дерзким. Давайте не будем сейчас тут политическое блядство разводить, Юрий Витальевич. В результате 1-0 в пользу депутатов. Регламентный комитет представление ГПУ назвал неподготовленным, а доказательную базу – сомнительной. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вторник. Те же декорации, но главный герой уже другой – Олесь Довгий. Его дело касается дел давно минувших. Генпрокуратура выясняет, был ли он причастен, как секретарь Киевсовета к земельному дерибану. Все обвинения Довгий называют абсурдными и бездоказательными, но представление просит поддержать и с мандатом готов расстаться. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Регламентный комитет ему верит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А вот настоящее шоу началось в среду. Андрей Лазовой защищался картинами, молитвой и адвокатами. Радикалы правоохранителя обвиняют в уклонении от уплаты налогов и незаконном обогащении. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Оценивать бассейнные мощи, какую сумму вашими псевдоэкспертами – это святотатство. Закликаю вас до 10 минут идти пешки, вклониться этим мощам в свято-феодосийском монастыре, которым я их подаровал, и покаяться. Но правоохранители ждут покаяния как раз от Лазового, ведь уравнение никак не сходится. При официальных доходах в 200 тысяч гривен депутат разжился добру на 9 миллионов. Мы не знаем, сколько стоят картины, мощи, хресты и другие ценные предметы, но раз они внесены в декларацию, они стоят не меньше, чем 121 тысяч гривен. Вот так 8 миллионов 856 тысяч 702 гривен и для гавить додатковому оподаткуванию. Но Лазовой говорит, картины, коллекции раритетов, оружие, швейцарские часы и даже святые мощи ему оставил дед в наследство. Обсуждение дела Лазового затянулось на 5 часов. В итоге уже заученный вердикт. У нас есть определенные суммы, что до его достатности и оборудованности. Если говорить футбольными терминами, то мы говорим, что мы програем тренинг. Четверг. Место встречи изменить нельзя. Серия четвертая о янтарной мафии и Максиме Полякове. Но для убедительности прокуроры ролик показывают с доказательствами. Там и аудиофайлы, и видео, на которых помощница нардепа и сам избранник ведут переговоры о деньгах. А Поляков и его защитники даже обвиняют НАБУ в провокации. У генпрокурора сдают нервы. Вы хотите, чтобы мы пошли? Я могу это сделать. Давайте объективно ставитесь. Вы не объективно ставитесь. Вы покрываете коррупцию. Тут, в Казахстане. Что это происходит? Я вас дослухал, а перебиваете, вы сейчас, вы. Вы боитесь о целях отбородий. Полысь мединовой. Вы все тут занимаетесь покрыванием. За правдой боешься, ноги до жопы затрешь. Но регламентный комитет снова умывает руки. 4-0. Теперь эпопея с неприкосновенностью продолжится в зале под куполом. Все в руках спикера. Он может или вернуть представление в генпрокуратуру, или поставить на голосование. Но если судьба депутатов все же окажется на повестке дня, хватит ли голосов? А вот фигурантам дел по декларациям боятся нечего, уверены политологи. Сработает круговая порука. Что касается лозового и до идея. Вот тут все зрозумело, очень закономерно, потому что идет про доходы депутатов. И риск есть для очень много депутатов. Поэтому для них лучше заблокировать ситуацию с этими декларациями. А вот с чем связана небывалая активность ГПУ, эксперты уже называют это информационной завесой. Еще и в преддверии визита американца Тиллерсона. Смотрите, вот видите, наши депутаты, мы не боимся их, мы готовим против них дело. То есть мы не боимся своих же сдавать. Но на самом деле мы видим, что на самом деле боятся своих сдавать. Именно поэтому, мне кажется, было устроено вот такое шоу. И это шоу будет продолжаться. А генпрокурор уже анонсировал новый сезон на осень. С новыми представлениями и на депутатов, и даже министров. Инна Томина, Сергей Килимник. Подробности недели. Телеканал Интер. Продолжение анонсируют уже и, так сказать, оппоненты регламентного комитета. Политики и активисты, которые всю неделю с раздражением наблюдали за деятельностью своих коллег, планируют на следующей неделе даже акцию протеста у стен Верховной Рады. Один из авторов идей, тот самый Мустафа Найем, со знаменитого поста которого в 2013 году начался Майдан. На этот раз Найем призывает выйти на площадь в четверг. Именно в этот день вопрос о снятии депутатской неприкосновенности может быть вынесен на рассмотрение в зале парламента. Впрочем, Найем утверждает, это только первый шаг, а цель сейчас полная отмена депутатской неприкосновенности. Еще раз призвал изменить нынешний статус народных избранников Юрий Луценко. По словам генпрокурора, без этого просто нельзя гарантировать, что подозреваемые депутаты не сбегут, пока за формальное решение по ним будут собирать необходимые голоса. Ну что ж, технически судьба всех шести нардепов, которые могут лишиться неприкосновенности на следующей неделе, зависит теперь от спикера Верховной Рады Андрея Порубия. На рассмотрение зала он может внести и те прокурорские представления, которые отклонил регламентный комитет. И тут уже есть интрига. Порубий же занял кресло по квоте Народного фронта. Эту же партию представляют Евгений Дейдей и Максим Поляков, которых фронтовики активно защищали и все-таки пока от прокуроров оградили. Ну так чего же ждать четверг? Следующий спросим у политологов. Тараса Загороднева и Александра Решмедилова. Они сейчас на связи со студией подробностей недели. И за это вам, друзья, огромное спасибо. Тарас, начнем с вас. Вот ваш прогноз. Вынесет ли спикер Андрей Порубий представление на всех шестерых депутатов в зал? Или на рассмотрение депутатов попадут только те представления, по которым к четвергу будет позитивное решение комитета? Как вы считаете? Добрый вечер. Ну, учитывая общественный резонанс, скорее всего, будут вынесены все депутаты, все шесть депутатов. Но позитивное решение, скорее всего, будет вынесено по раземплату, поскольку было позитивное решение и, скорее всего, дана отмашка снимать неприкосновенность. Ну и, как положено у нас уже давно в политике, в украинской политике, от оппозиционных депутатов, скорее всего, это будет сняться неприкосновенность Михаила Добкина. Второй вопрос, насколько эти все дела дойдут до суда и будут ли иметь судебную перспективу. Я сомневаюсь, что они будут иметь судебную перспективу по многим причинам. В том же деле раземплата я вижу много эмоций, но я не вижу конкретного состава преступлений. Мне не понятно, в чем вы обвиняете конкретно человека. Там нет ни ущерба, ни нет ни события преступления, ни состава преступления. И это дело может даже до суда не дойти, оно просто будет развалено в средней руке адвокатам, которые просто простые вопросы начнет прокурорам задавать. Тарас, ну а в перспективу вот этого движения за снятие депутатской неприкосновенности, за которое сейчас ратуют и народные депутаты, и активисты. Вы верите? Я не верю. Мне вообще смешно слышать какие-то требования снятия депутатской неприкосновенности, потому что если, например, депутатская неприкосновенность была снята хотя бы там три года назад, то нынешние депутаты точно не попали в парламент, а уже сидели в тюрмах там, да, только за оппозиционную деятельность. В данном случае нету точно 300 голосов, потому что это изменение в Конституцию. Я считаю, что пока у нас отсутствует независимый суд и нет хотя бы закона про следственные комиссии, которые бы уравняли баланс властей, отмена депутатской неприкосновенности проведет диктатуру в стране. Поэтому я считаю, что, скорее всего, и это точно не будет принято. И считаю опасными все эти разговоры, а те активисты, которые сейчас больше всех кричают на снятие депутатской неприкосновенности, не понимают одного, что первыми придут книги и будут, скорее всего, сажать по преступлениям, которые не связаны с политической деятельностью, они будут просто подвешены на крючок. Понятно, Тарас, понятно, ваше мнение ясно. Спасибо. Александра, теперь вопрос к вам. Скажите, смогут ли, как вы считаете, депутаты на следующей неделе принять хоть какие-то существенные решения? Напомню всем, 4 всего пленарных дня осталось до каникул. Или вся неделя пройдет вот в этих спорах о депутатской неприкосновенности и закончится пшиком? Добрый вечер, студия. Однозначно будет ясно, что вынесено на пленарную неделю только в понедельник после заседания Согласительного совета. Также не последний фактор – это приезд на выходных Рекса Тилерсона, который тоже может внести некий дополнительный фактор в повестку дня. Среди пока анонсированных инициатив, которые могли бы быть интересны под куполом, это, возможно, закон о высшем образовании, хотя его должны вынести в первом чтении во вторник и во втором чтении в четверг, то есть уже достаточно много времени потратить на него. Там есть один момент. Профильный министр Лилия Гриневич будет настаивать на этом законопроекте, а вот сам Гройсман, премьер-министр, считает, что сейчас нету достаточного финансирования для воплощения таких инициатив. Так что здесь есть накладка. Также интересные реформы, которые нам представляли как суперважные – это земельная реформа, пенсионная реформа – явно будут отставлены в сторонку. Интересно еще, дойдут ли руки до переформатирования понятия АТО, но здесь нужно будет дождаться все-таки позиции Совета национальной безопасности. Они тоже еще не до конца сформулировали свою позицию. Ну, не первый раз мы можем увидеть и на следующей неделе, как в последний момент перед отпуском принимается куча важных для страны решений, а страна потом будет в изумлении смотреть на это все и думать, как же с этим жить и как это все переваривать. Спасибо Александру Ирич Медилову, Тарас Загородний отвечали на мои вопросы. Мы продолжаем эфир. Депутатами едиными на этой неделе интересовалась прокуратура. Еще один клиент Юрия Луценко, сбежавший с Януковичем, младоолигарх Сергей Курченко. Прокуратура попросила суд начать заочный процесс против него. Действия Курченко квалифицировали чуть ли не по 10 статьям Уголовного кодекса. Санкция самой тяжелой из них предусматривает до 15 лет лишения свободы. Убытки от преступной деятельности Курченко и его пособников оценивают в 14 миллиардов гривен. Одного только описания его преступных схем на сайте Генеральной прокуратуры может хватить на несколько сезонов захватывающего детективного сериала. Вот только дойдет ли это все до суда и как сейчас живет вундеркинд от коррупции? Ответы на эти вопросы искал Руслан Смещук. Эта фраза стала его негласным девизом. Сергей Курченко не очень публичный, но очень значимый персонаж эпохи Януковича. 32-летний друг Януковича младшего Саши-стоматолога. Кошелек-финансист семьи. Курченко один из самых загадочных соратников беглого президента. На уходящей неделе генпрокурор заявил, что дело беглого олигарха уже почти расследовано. Но все стопорит Печерский суд. Чтобы расшевелить судей, Луценко даже обратился за помощью. Хотел бы даже попросить вас про допомогу. Мы завершили следствие по сыну Януковича, по Азарову, по Курченко, по Клименку. Причем это не одна, а несколько, по остальному. Колобу и многим другим фигурам. До Печерского суду надеяло наше клопотание про призначение заочного порядка досудового следствия. Больше месяца мы ждем отбора. На жаль, его не мое. Для украинского правосудия Сергей Курченко действительно цель знаковая. Харьковчанин, закончивший местный политех и прописанный в небольшом городке Чугуеве, внезапно становится самым молодым олигархом Украины. В публичном поле он возникает в конце 2012 года, когда покупает харьковский футбольный клуб «Металист». Сергей Витальевич, волнуетесь? С этого момента начинается головокружительная карьера младоолигарха Курченко. Уже тогда его называют кошельком семьи, то есть подставным владельцем коррупционной бизнес-империи Януковичей. Будем покупать. Вскоре созданный им холдинг «Битек», кроме «Металиста», приобретает медиахолдинг «УМХ», несколько банковый одесский нефтеперерабатывающий завод, а также немецкую сеть газовых заправок «Шпаршвайнгаз». Он активно пытается монополизировать рынок автомобильного топлива и газа, ввозя его по преступным схемам и под надежным прикрытием семьи. После победы Майдана Курченко вместе с другими соратниками Януковича бежит в Россию. Позже независимые российские журналисты показывают шикарный подмосковный особняк «Беглеца» стоимостью в 35 миллионов долларов. Молодой олигарх на чужбине не бедствуют. Охотничьи чартеры на Камчатку, романы с российскими «Селебритис» и другие тяготы богатой жизни. Он ведет бизнес и в России, и до сих пор на родине. А в это время в Украине правоохранители разбираются в сотнях его преступных схем. Впрочем, те, кто не сбежал с Курченко сразу, постепенно выходят на купленную свободу. Была там схема, когда они могли поставить нафтопродукты до нафтогаза, но так и не поставили. То за этой справой была угода со следствием в Кацубе, и он укладывал эту угоду, вышел на свободу. Какие умовы засекречены, неведомо. Потом, что касается других низких деятелей, которые были связаны с Курченко, они тоже укладывали угоду со следствием и вышли на свободу. 28 марта этого года Краматорский суд утверждает сделку между соратником Курченко Аркадием Кашкиным и военной прокуратурой. Его решение засекречено. Тогда же ГПУ заявляет о конфискации полутора миллиардов долларов, украденных людьми Януковича. Все благодаря сделке. А в июне решением Суворовского райсуда Одессы у Курченко конфискуют одесский НПЗ, который участвовал в схеме по отбеливанию контрабандного бензина. За предыдущими предыдущими сумма складывается около 200 миллионов долларов, то есть около 5 миллиардов гривен. Використовывались также и нафтобазы, которые расположены по всей области. Використовывалась судно, техника. Фактически мы будем использовать всех заходов, чтобы стянуть те деньги, которые остались. Нафта, которая также есть в наявности. Ну и, соответственно, те нафтоперевалочные базы. Впрочем, во время конфискации главное не торопиться и делать все скурпульозно, придерживаясь буквы закона, считает руководитель Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк. Иначе есть вероятность, что уже через несколько лет конфискованное придется вернуть после оспаривания решения украинских судов в судах европейских. Если вернуть против этих международных стандартов, то это бомба в повильненої действии. Это пиар-бонусы сейчас для генерального прокурора, который имеет большие политические амбеции. И это величезный имиджевый политический риск для всей страны через год, два, три. Чтобы у самого Курченко не возникло представление того, чтобы говорить европейскому суду в Люксембурге и весь мир, что против него тут есть политические процессы. На данный момент в ГПУ ущерб, нанесенный стране деятельностью Сергея Курченко и его партнеров, оценивают в 14 миллиардов гривен. И это далеко не окончательная сумма. Муслан Смещук, Андрей Кузнецов и Игорь Михоношин. Подробности недели телеканал Интер. А вот в деле бывшего патрона Курченко Виктора Януковича новый виток. Сам беглец решил выйти из заочного судебного процесса. Что это значит и как повлияет на дело о государственной измене? Наша короткая справка. Главный герой главного судебного сериала страны отказывается от участия. Виктор Янукович заявил, он готов выйти из процесса. Я не хочу принимать участие в якобы состязательном процессе, итог которого заранее определен. Я принял решение отозвать из процесса своих защитников. Это не суд, а чистой воды профанация. Я завжди ствердживал, что он боярусский. Я завжди знал, что рано или поздно он взлякается и втече, навіть виртуально, из зала судов. Бо життя криминальника, яким по сути є Янукович, це є вічна втеча від відповідальності. Но виртуальный побег беглеця Януковича процесс не остановит. Судебное шоу будет продолжаться. А бывшему президенту назначат бесплатного адвоката вместо высокооплачиваемых. Маневры Януковича в прокуратуре называют ничем иным, как попыткой затянуть процесс. Дана позиция Януковича направлена только на затягивание часа, на затягивание самого процесса, потому что данная особа ухиляется от органов досудового расследования, ухиляется сейчас от судов. Процесс втратил любую легитимность, любые решения приняты за результатами данной справы, будут считаться ничемными. Адвокатское объединение и мы особо остаемся в всех других процессах. Боротьба только начинается. Но следующий раунд борьбы в деле о госизмене будет уже 12 июля. Именно на эту дату назначено следующее судебное заседание без Януковича и с бесплатным защитником. И еще один соратник Януковича оказался на этой неделе под колпаком у прокуратуры. Юрий Чмырь, экс-глава Сумской обл. администрации и бывший замглавы администрации президента Януковича. А в самый жесткий период Майдана именно он курировал информационную политику и фактически обеспечивал медийное прикрытие действий тогдашней власти. Попался теперь на вранье при заполнении своей декларации. Генпрокуратура среагировала на сообщения в СМИ о незаконном обогащении Чмыря. И в результате проверки оказалось, что у дочери экс-чиновника 14 киевских квартир. А в его банковских ячейках наличных долларов вдвое больше, чем задекларировано. Миллион сто тысяч. Только поэтому одному эпизоду, без учета дел Майдана, Чмырю грозит до двух лет лишения свободы. Вы смотрите подробности недели. И вот что вы увидите дальше в нашей программе. К нам едет госсекретарь. С чем летит в Киев глава американской дипломатии Рекс Тилерсон? Спасти наших. Как продвигаются переговоры по освобождению пленных украинцев? И сколько их уже в застенках Ордло? Инфекционная атака. Украина на пороге эпидемии кори. Как много людей уже пострадали? И достаточно ли вакцины для спасения? Ожидаемый гром среди неясного неба. МВФ предупредил, транша нам не видать как минимум до осени. Как бы все официальные лица в Украине не повторяли, что требования фонда это не просто набор ультиматумов, а дорожная карта реформ, депутаты за полгода так и не смогли утвердить ни одно из тех решений, которые нужны для получения очередного кредита. В Нацбанке уже отказались от планов получить в этом году от МВФ 4,5 миллиарда долларов. Теперь рассчитывают всего на 3. Но и эти расчеты выглядят, если честно, нереалистично. Ключевой вопрос это, конечно, пенсионная реформа. Вот, например, сегодня к борьбе за пенсионную реформу в Украине подключилась тяжелая артиллерия. Послы стран Большой Семерки опубликовали специальное заявление с призывом к депутатам принять правительственные законопроекты на следующей неделе. Это заявление опубликовано на сайте посольства Италии в нашей стране. Послы Семерки повторяют все основные аргументы Кабмина и красной нитью в этом заявлении проходит мысль, что без реформы пенсионная система в Украине просто не сможет обеспечивать нормальный уровень жизни миллионов пенсионеров. Ну что ж, следующая неделя покажет, решатся ли избранники проигнорировать не только миллионы украинских пенсионеров, Кабинет министров и МВФ, но еще и Большую Семерку. Вот другой важный вопрос в контексте сотрудничества с МВФ. Земельная реформа, она, похоже, откладывается. По крайней мере, сразу из нескольких источников такая информация появилась на этой неделе. Например, в интервью Блумберг премьер-министр Владимир Гройсман сказал о том, что законопроект о земельной реформе вряд ли будет принят в согласованные с МВФ сроки. И принятие этих норм отложат на конец года. В правительстве уже выбрали модель, по которой рынок земли в Украине может заработать. И, по словам премьера, черновой вариант законопроекта уже готов на 99%. Но сопротивление этому законопроекту в украинской политике такое, что якобы даже МВФ уже отказался от своего требования по земельной реформе. Одним из первых об этом написал у себя в Фейсбуке Алексей Мушак, народный депутат от блока Петра Порошенко и, пожалуй, самый активный парламентский лоббист рынка земли. Затем эту же новость растиражировали со ссылкой и на другие источники. Но, тем не менее, Мушак к осени обещает один базовый и пять сопроводительных земельных законопроектов. Вот только вопрос, а если теперь даже МВФ не будет требовать от Украины этого решения, то что заставит украинских политиков за него голосовать? Давайте обсудим это как раз с Алексеем Мушакомом на связи со студией. Алексей, я вас приветствую. Спасибо, что присоединились. Так ответьте, пожалуйста. Вот если даже МВФ не будет требовать от Украины земельную реформу, как тогда наши политики найдут за нее 226 голосов? Вообще, кому захочется искать эти голоса при таких обстоятельствах и таком противодействии? Добрый вечер студия, дякую за ваше питание. Ну, первое, все позиции МВФ священо, что на самом деле финансовая глобальная клаака, как я называю, кодла, или еще что-то там, она не спит и не видит, что украинскую землю нужно скупить, и еще какие-то там мифы, мне кажется, не подтверждаются. Теперь с привода того, для чего нужна земельная реформа? Вона же нужна не заради МВФ, и вона нужна не заради того, чтобы там иноземцы, олігархи и выкупили нашу украинскую землю. Наоборот, вона нужна заради того, чтобы дать украинцам право и возможность продавать и купить свою землю. Відповедно, яка может быть мотивация? Насправді, очень просто. Мораторий мает свои преимущества, но мораторий цементует, по-перше, нашу отсталенность, по-друге, нашу изоляционность. Это раз. Другая позиция. Насправді, після запуску рынка земли, є надзвичайно сильний, позитивний экономичний эффект. Це як і збільшення податків, а так, в тому числі, і залучення інвестицій в Україну. Мені здається, що те, що МВФ відмовився, як необхідну умову для отримання траншу, це грає на руку тим людям, які вступають за ринок землі. Бо це з нас знімає звинувачення в тому, що ми лобіюємо якісь... Алексей, я винужден вас перебить. Ви говорите все правильно, і цю свою мисль ви вже доносили і в нашій програмі, і в «Черном зеркале» ток-шоу, напоминаю вам. Але, все-таки, на мій вопрос ви предпочитаєте сейчас мені відповідати. Як ви будете искати голоса, якщо вже навіть не можна вийти к депутатам в залі і сказати «Ілі транш, ілі голодні годи, ілі приймаємо земельну реформу». Так дуже просто, насправді, просту аргументацію. А те, що ви запропонували, це означає або так, або колапс. А я пропоную, насправді, таке мягке, лагідне поглинання аргументами. Чому не можна дати українцям право вільно купувати і продавати? Їх же ніхто не буде заставляти. Міні здається, що якраз, якби через просту якусь аргументацію з наявними цифрами, і з усім іншим, буде легше переконати. Ох, Алексей, спомінаю все баталиї політичні, які происходили і в цій студії, і в інших, коли обсуждається земельна реформа. Мені кажуть, ви нескільки оптимістично розвідуєте, що просто словесного убеждення буде достатньо. Хорошо. Ви считаєте, наскільки реалістичними розвідути, що до конца року буде принята земельна реформа? Или цей вопрос, якщо об'єктивно говорити, решити невозможно в ближайшому часу? Я думаю, що ще не так давно при активній підтримці МВФ у нас були шанси 50 на 50. Зараз там, що це ж таки 25%, що буде прийнята земельна реформа і громадяни отримують економічну свободу. І 75% те, що насправді мораторій буде продовжений. І мені здається, що це насправді нічого позитивного для держави не буде, оскільки мораторій не вирішує проблеми, а тільки їх законсервують і робить глибшими. Ну і тут роздається риторичний уже вопрос, як довго ще українська політика буде зависити від кнута іностранних наших партнерів і донорів. Спасибо. На мої вопросы отвечав Алексей Мушак, народний депутат від блока Петра Порошенка і член Комітету по аграрній політиці і земельним отношенням. Чотири дні. Ровно стільки. Осталось проработати Верховна Раді. Але це по плану. Традиційно, середа і пятниця наимене результативна у депутата в дні, даже на пленарних неделях. І четверг, похоже, пройдет боротьба за депутатську неприкосновенність. Це ми вже обсудили. Страшно сказати, на все остальные вопросы остається один вторник, а вопросів ціх десятки. Що депутаты не успели решити до каникулу або просто не захотели, напомнить наша короткая справка. У них остался последний бой, а повоєвати в парламенті явно буде з чим і з кем. Депутаты должны решити судьбу своїх колег, оставлять їм мандати і віддати під суд. Без інтриг, скандалів і громких обвинений тут точно не обойдеться. На кону ще й кадрові вопросы. Об відставці заявили два міністра, аграрний Тарас Кутовій і інформполітики Юрий Стець. К тому же, Ульяна Супрун никак не може избавитися від приставки ІО. Пустують головне кресло і в Нацбанці, і в фонде госимущества. Нет нових членів счетной палати і центр избиркома. Кадрові пасьянці требують політичній ловкості і времени. А от подковірних игр депутатов то і дело отвлекає МВФ і Кабмин. Всього за 4 пленарних дня народні избранники і їх удовлетворити должны були б проголосувати недоголосованні, изменення в бюджет, выделити деньги на субсидії, медицину і оборонку, а ще рассмотреть целий ряд законопроєктов, цена котрим очередной доларовий транш, успість принять пенсіонну реформу, законы по НАБУ і антикоррупціонному суду, а ще дать старт реформе медицинській в тому, що змогуть зробити хоч що-то, надежды немає зовсім. Да і в правительстві вже заявили, за пенсіонну реформу нардепи можуть взяться тільки осіню. Отсрочили і земельний вопрос. Тем временем для депутатов сейчас главное як-то продержаться ці 4 рабочих дня. А далі такий долгожданний, беззаботний, хоч і зовсім не заслужений, віддіх слуг народу. Качество роботи українських політиків обсуждали на цей неделе і в Лондоні. Там прошла дуже представительна конференція, посвящённа українським реформам, а також состоялся визит в Британі прем'єр-миністра Владимира Гройсмана. І несколько часів назад, перед вылетом із британської столиці, Владимир Гройсман дал ексклюзивне інтерв'ю нашій програмі. Давайте посмотрим. Тут є дві частини. В першу чергу, у нас є дуже добрий діалог з Великобританією. Моя зустріча з прем'єр-міністром Великобританії Терезою Меєю і міністром закордонних справ Борисом Джонсоном ще раз підтвердила, що ми маємо повну політичну підтримку і достатньо високий рівень взаємодії з Великобританією. З іншого боку, ми розуміємо, що треба поглиблювати взаємостосунки в економічній сфері. Ну і третє, дуже важливе, це те, що нарешті відбулася конференція по реформам, де всі наші міжнародні партнери зазначили, що той шлях, який ми пройшли, ми пройшли достатньо ефективно, оскільки це тільки три роки, і за три роки маленька країна при тих викликах, які ми маємо, застабілізувала ситуацію і перейшла від економічного падіння до економічного зростання. Звісно, нам треба йти далі. Я відношусь до категорії тих людей, які вважають, що все те, що було вчора, це вже історія, нам треба зараз йти вперед. І ми презентували план 2020 для наших міжнародних партнерів, для того, щоб скоординувати нашу діяльність в багатьох сферах. І говорили про пріоритети реформ і так далі. Наші завдання економічний ріст, наші завдання підвищення якості життя людей в Україні. Наші партнери це розуміють, готові нам допомагати. І фактично, зі всіх вуст міжнародних наших партнерів, це біля 30 країн, і Міжнародний валютний фонд, Міровий світовий банк, Європейський банк, реконструкцію і розвитку, і навіть НАТО, всі зазначені, що ми на правильному шляху. Єдине, що нам треба пришвидшуватися, це є очевидний факт. Насправді, що те, що треба зробити в майбутньому, ми і презентували план 2020, в якому є середньостаговий план уряду, в якому є абсолютно чіткі підходи до багатьох сфер життя. Ми зараз презентуємо пенсійну реформу для інтересів українських пенсіонерів. Ми говоримо про реформу, яка дозволить ефективно управляти державним майном і залучати туди інвестиція, це значить, нові робочі місця, відрахування бюджет, і розвиток національної економіки, реформа охорони здоров'я, освіти, нам треба підтримувати українське фермерство. Ми про ці теми теж говорили. Але ви праві в тому, що нам потрібна підтримка українського парламенту. Чим швидше буде підтримка українського парламенту, тим швидше ми зможемо досягати конкретного успіху. Наприклад, реформа пенсійна. Її ухвалення українським парламентом дасть можливість нам з 1 жовтня підняти пенсії 9 мільйонам пенсіонерам і побудувати систему справедливо пенсійних виплат, що дасть можливість побудувати 7-10 років бездефіцитну систему. Це те, що сьогодні відповідає інтересам українських пенсіонерів. Звісно, на цьому будуть паразитувати, політизувати на цій темі, будуть намагатись нас гальмувати або вносити якісь правки, які можуть руйнувати всю цю систему. Але за реформи треба боротися. Я глибоко переконаний у тому, що нам вдасться знайти більшість українського парламенту, яка підтримує це рішення в ім'я українських пенсіонерів. Більше того, це дасть можливість економічно застабілізувати ситуацію в країні. Фактично, ми маємо працювати над тим, щоб економічний ріст був незворотнім. А не так, як це було багато років за нашу історію, що спочатку ріст, потім падіння. Вистачить, нам треба йти стрімко до зростання. І це наше головне завдання. Фактично, навіть не 4 дні, а 2 пленарних дні. Це вівторок повноцінний і 4 повноцінний. Ну так, ми будемо пропонувати, ми вийшли з пропозиціями щодо ухвалення бюджету. Ми би хотіли початок розгляду пенсійної реформи, що є дуже важливим. Ну і будемо звертатись до депутатів з тим, щоб це відбулося. Я повертаюся в Україну і буду далі вести роботу з тим, щоб максимально консолідувати всіх. Я вважаю, що ми маємо зробити реформи. Це наша робота, яку ми маємо виконати разом. Український парламент, президент країни, наш уряд. Ми маємо все зробити для того, щоб приймати рішення. Я наголошую на тому, що ми сьогодні розуміємо, що потрібно робити в країні, розуміємо, як потрібно робити ці зміни. І головне, підтримка парламенту. І далі, як прем'єр-міністр країни, як наш уряд, я гарантую те, що ми будемо добросовісно і якісно впроваджувати в життя ці зміни. Це дуже важливо, причому я готовий брати на себе персональну відповідальність. Я вже її взяв. І тому і за результат пенсійної реформи, яку ми будемо впроваджувати теж. Тому, здійсно, нам зараз потрібна підтримка парламенту. Ну, будемо розраховувати, що ми її отримаємо. І ще одне сьогоднішнє заявлення прем'єр-міністра України, як раз по темі сотрудничества з МВФ. Действуючую програму преобразований в нашій країні, согласованную з фондом, придеться выполнить полностью. І вже після цього договариваться о новій. Владимир Гройсман настаєває, що ці реформи нужны як раз не МВФ, а Україні. К нам їдет госсекретарь. С чим летит в Київ глава американської дипломатії Рекс Тилерсон? Спасти наших. Как продвигаются переговори по освобождению пленных украинцев? І скільки їх вже в застенках Ордло? Інфекціонна атака. Україна на порогі епідемії кори. Как много людей вже пострадали? І достаточна ли вакцині для спасення? Кінець. 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 В Гамбурге продолжает работать моя коллега Татьяна Лагунова. Она снова на связи со студией. Таня, снова тебя приветствую. Скажи, какая сейчас обстановка в городе и почему картинка такая катастрофическая? Силовики вообще готовились к таким событиям? Ну, Алексей, к протестам в Гамбурге, конечно, готовились. Но что они будут такими масштабными, пожалуй, не ожидал никто. Противники 20-ки выбрали громкий лозунг «Добро пожаловать в ад» и, собственно, в ад Гамбурге превратили. Протесты даже затмили политическую часть саммита. В Гамбурге горят машины, заблокированные отели, постоянно происходят столкновения с полицией. Демонстранты забрасывают правоохранителей камнями и коктейлями Молотова. Те отвечают водометами. При помощи сигнальной ракеты протестующие даже умудрились атаковать полицейский вертолет. По последним данным, в результате столкновения ранения получили уже 200 полицейских. Протесты внесли коррективы в работу самого саммита. Из-за демонстрации он начался с опозданием. А жена президента США, Мелания Трамп, долго не могла покинуть свой отель и присоединиться к супругам лидеров «Двадцатки». Полиция Гамбурга уже признала, что своими силами не справится, хотя саммит охраняют 20 тысяч человек. И попросила другие немецкие земли срочно направить подмогу. Не выдержал и президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Призвал демонстрантов успокоиться. Но вот послушают ли они его большой вопрос, пока не похоже. Алексей? Ну, прочувствовала события на себе, наверное, не только Мелания Трамп. Вот если говорить об участниках саммита, они сейчас в безопасности. И чего вот на таком фоне можно ждать от завтрашнего заключительного дня «Двадцатки»? Да, Алексей, участников саммита охраняют очень хорошо. Сейчас они уже закончили свою работу. Началась культурная программа. Сейчас лидеры «Двадцатки» на концерте в Эльбской филармонии. Это потрясающий концертный зал, который в Гамбурге открыли буквально совсем недавно. Ну, а затем состоится торжественный ужин. Ну, а на завтра запланировано обсуждение миграционного кризиса и помощи странам Африки. Но, конечно, будут встречи, в том числе и на полях саммита, в том числе и не запланированные. Ну, и главный момент завтрашнего дня – это заключительная пресс-конференция лидеров «Двадцатки», на которых они подведут итоги саммита. И вот там вот и могут прозвучать очень интересные заявления. Так что ждем. Алексей. Ну что ж, подождем. Действительно, спасибо, коллега, за работу. Татьяна Лагунова, наш корреспондент в Германии, освещает саммит «Большой двадцатки» в Гамбурге. Напомню, город охвачен протестами. И новости оттуда пока приходят весьма пугающие. Пугающие события могли бы сегодня произойти и в Киеве. По крайней мере, если доверять информации национальной полиции. В самом центре города полицейские задержали 29 человек, которые, по сообщению силовиков, готовили провокацию у посольства Польши. Его собирались забросать коктейлями Молотова. Столкнувшись с полицией, злоумышленники даже попытались скрыться. Один из их автомобилей вылетел на тротуар. И только по счастливой случайности никто не пострадал. В это время на улице было довольно многолюдно. По данным СБУ, эту акцию заказали спецслужбы России. И каждому из участников обещали тысячу гривен награды. Кстати, в Польше на этой неделе ввели беспрецедентные меры безопасности в связи с приездом в Варшаву американского президента. Над центром города обеспечили бесполетную зону. Дональд Трамп участвовал в саммите трех морей. Особом объединении стран Центральной Европы. Встречу инициировали президенты Польши и Хорватии. И участвовали в ней лидеры государств, расположенных между Черным, Адриатическим и Балтийским морями. Но, конечно, главным участником саммита стал именно Дональд Трамп. А главным результатом встречи называют его обещания. В первую очередь в сфере энергетики. Трамп обещал европейцам американские энергоресурсы. В частности, сжиженный газ. Который может очень серьезно потеснить предложение Газпрома на европейском рынке. А еще президент США произнес в Польше те самые важные слова о поддержке НАТО и противодействии России, которые от него ждали в Евросоюзе. А вот какие слова произнесет в Киеве глава американской дипломатии. Уже послезавтра Рекс Тилерсон будет в Киеве. Это первый визит нового госсекретаря США в Украину. Чего ждать от этого визита? Ответ на этот вопрос искал Дмитрий Анопченко. Эту субботу госсекретарь США проведет в Киеве. У Рекса Тилерсона в украинской столице меньше одного дня. Но время для визита выбрано более чем удачно. Сразу после варшавских и гамбургских встреч. Где Украина была и остается одной из самых обсуждаемых тем. О приезде Тилерсона в Вашингтоне договорился Петр Порошенко. Среди приглашенных еще и министр энергетики США. Его визит состоится в течение месяца-двух. И новый глава Минобороны. Так что Тилерсон первая ласточка. В Киев он летит из Гамбурга. Дальше Стамбул. Официально в Вашингтоне отказываются комментировать даже темы будущих переговоров Порошенко и Тилерсона. Что и понятно. Слишком уж многое зависит от гамбургских встреч. От того, что будет происходить в кулуарах Большой двадцатки. В частности от встречи Трампа и Путина. С другой стороны есть и вопросы, которые останутся неизменными. Несмотря на то, что будет происходить в Германии. И об этих темах нам неформально сказали здесь в Госдепе. Во-первых, о встречах. В Киеве Тилерсон показательно проведет разговор не только с президентом, но и с теми, кто продвигает реформы, как внутри, так и вне правительства. Тема украинских реформ для Вашингтона важна настолько, что ей посвятят и большую часть разговора на Банковой. Мол, главных месседжей у Тилерсона два. Безусловная поддержка территориальной целостности Украины и борьба Киева с коррупцией. Пресс-секретарь Госдепартамента Хизер Нойерт ожидаемо не комментирует детали этого визита. Зато говорит о другом. Мол, у новой команды, что в Госдепе, что в Белом доме не поменялись принципы. Мы по-прежнему обеспокоены ситуацией в Крыму и на востоке Украины и продолжаем работать для того, чтобы все стороны придерживались минских соглашений. Не будет никаких изменений в этом отношении. Украина важная для нас страна, и это не меняется. Как не меняется и позиция штатов по поводу участия Вашингтона в урегулировании конфликта на Донбассе. Не под запись в Госдепе сказали, все участники нормандской четверки за участие Америки как партнера по переговорам. Но при Трампе США не будут частью этого формата. Что касается минских соглашений, то позиция и Госдепа, и Белого дома четкая. Лучшей опции пока нет. Да, на слушаниях в Конгрессе Рекс Тилерсон говорил о возможных альтернативах, но пока штаты полностью поддерживают то, о чем договорились в Минске. Но есть еще одна тема. Помощь не политическая, военная. Неофициально в кулуарах этого здания на Си-стрит говорят, что окончательное решение о поставках оборонительных вооружений в Вашингтоне пока не принято. Тема сложная. И Хизер Нойерт ушла от моего конкретного вопроса. Обсудит ли Тилерсон в Киеве поставки вооружений? В то же время в Вашингтоне прекрасно понимают, что происходит на Донбассе. Мы уже много говорили, что считаем так называемых повстанцев людьми, за которыми стоит Россия и которые финансируются из России. На них ответственность за смерть украинцев. И не могу даже представить, что мы пойдем на попятную, отказавшись от этой трактовки. Как раз к своей поездке в Киев Рэк Стильерсон приурочил и важное кадровое назначение. Из многих кандидатур госсекретарь выбрал спецпредставителя по Украине. Переговорщика, который вел бы диалог и с Киевом, и с Москвой. Об этом просили все страны нормандской четверки. Как раз сегодня стало известно, такой украинский координатор появился. Курт Волкер, бывший посол США при НАТО, человек, которого после прихода Трампа даже на госсекретаря сватали. Дипломат, который будет не посредником, а серьезной самостоятельной фигурой. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер. Назначение спецпредставителя США по Украине приветствовал сегодня президент Украины. Петр Порошенко назвал это важным и своевременным шагом в интересах прекращения российской агрессии и восстановления территориальной целостности Украины, включая и Крым. Также послезавтра начнется визит в Украину генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша. Уже запланирована его встреча с президентом Порошенко. Главной темой беседы будет использование возможностей и ресурсов ООН для поиска выхода из военного конфликта на Донбассе. Итак, давайте обсудим всю эту большую международную активность с Анной Габко, главой парламентского комитета по иностранным делам и без преувеличения одним из главных лиц украинской парламентской дипломатии. Здравствуйте, Анна. Спасибо, что нашли время присоединиться к нам. Скажите, ваш прогноз, первый вопрос. Чего ждать от визита американского госсекретаря в Украину? Не будет ли он просто дежурным? Как вы считаете? Я думаю, что после визита Порошенко в Вашингтон, встречи с Трампом, сегодняшней разговора Трампа с Путином, это очень важный визит для того, чтобы, по-перше, скоординовать усилия, представить их спецпосланца, как раз Курта Волкера, и договориться по дальнейшим крокам. Это очень хорошо, что Соединенные Штаты Америки, уже имея конкретную особу, которая имеет очень важный дипломатический опыт, больше 25 лет, который был представителем США, послом в НАТО, то есть это уже говорит о безопасный компонент, о том, что он имеет тут фаховые знания. Вот он был выполненным директором Института Маккейна, то есть он нас очень интегрованный. То есть вы тоже приветствуете этого значения? Это так же. Два месяца назад, когда мы были с литовской делегацией в Вашингтоне, встречались с Фьоной Хилл, которая является старшим директором из вопросов России и Европы в Раде национальной безопасности, потом у нас были закрыты обговорения с аналитическими центрами, и он там был присутствием, и уже тогда говорил... А личная беседа у вас была? Была. Мы говорили с ним. Но вы уже составили им какое-то мнение? Это скорее друг Украины. Я бы хотела сказать, что это человек с надзвичайно фаховым таким досвидом, я бы сказала, что с очень сильными переговорными позициями, с определенной институционной памятью, которая имеет понимание процессов в Европе, безопасную ситуацию. То есть мы думаем, что он для Зубкова будет достаточно сильной кандидатурой, и Зубкова, для Суркова, который является надзвичайно, скажем, таким достаточно хитрым, подступным, с кагибийским досвидом. Поэтому очень важно, что для Суркова... Ну, будем надеяться, будем надеяться. Давайте пока что визите Тилерсона. Смотрите, она в СМИ. Сейчас появляется очень много такой инсайдерской информации, возможно, не инсайдерской, но которая выдаётся за инсайдерскую, о том, что Тилерсон может приехать в Киев для того, чтобы прощупать зоны договоренности, возможные компромиссы между Россией и Украиной, очень активно бросается эта тема, по поводу Донбасса. Как вы можете это прокомментировать? Ну, по-перше, мы уже слышим больше року. Різные планы капитуляции, сценарии, болезненные компромиссы, которые навязывают Украину. Різные а-ля эксперты, різные олигархи, которые хотят, чтобы Украина отмолилась там. Чи от НАТО, чи забыла про Крым. А на том, мы увидим. Позиция Украины надзвичайно принциповая, и она является твердой. По-перше, вопрос территориальной ценности и суверенитетом мы не торгуемся. И Донбасс, и Крым – это территория Украины. То есть вы расцениваете это как спекулятивные вбросы наших врагов? Я считаю, что частину это инспировано Кремлем, который хочет тоже тестировать и американскую, и украинскую твердость, мощность. Мы прекрасно понимаем, чем закончится политика примирения. Есть Другая святая война уроки. Мы знаем, чем закончится политика за эти три года. Мы уже за эти три года научены горьким опытом. У нас ни один режим прекращения тишины ни разу даже не соблюдался. Мои партнеры четко понимают, что Путин абсолютно недоговороздатен и только с позиции силы, только с позиции объединенной, консолидированной, скажем, усилий, когда Захид, Путин пользовался этим периодом невизначенности. Когда продолжались выборы в Франции, когда в новой администрации США до конца не было призначено все кадры, когда не было встречи Порошенко с Трампом. Сейчас мы наконец-то имеем четко в нормандской четверти жорсткую позицию Макрона и его готовность активизировать нормандский формат нормандский и видеть конкретные, хоть поступовые, не большие, но кроки. То есть они не хотят уже больше заседаний, ради заседаний, и поэтому они будут дотискать. Мы видим, что Трампу очень важно... Ну, дай Бог, нам уже давно нужно решить более решительные действия наших партнеров. Трампу очень важно, он четко понимает, что, поскольку Европейский Союз является одним из самых больших торговых партнеров США, вопрос безопасности в Украине – это так же вопрос экономических интересов США в Америке. Плюс есть, скажем, какие-то, скажем, договоренности, что злощение инвестиций. Поэтому, очевидно, Трамп также не хочет выглядеть, как Обама, мякий, который пропустил злочинную анексию, который позволил воинскую агрессию. Поэтому я очень надеюсь, что мы увидим конкретные усилия, и уже на этот раз Путину не удастся имитировать. Посмотрим. Хотя мы понимаем, что есть 2018 президентские выборы в России, и Путину тоже нужны какие-то внутренние аудитории, какие-то перемоги за кордоном, черговые зоны нестабильности. Понятно, да, для раздувания своего рейтинга. К Тиллерсону снова возвращаемся. В его программе встреча не только с официальными лицами, но и с общественными активистами, с лоббистами реформ в Украине. Чего ждать от этих встреч можно? Ну, на самом деле, очень важно поинформировать о тех достижениях, которые есть. Далее спланировать кроки, особенно вопроса энергетики. Потому что, например, у нас в понедельник... А нам есть о чем информировать наши достижения? Американцы уже не один раз и за последнее время нам, мягко говоря, намекали, что эти форумы разочаровывают. Лондона, где уряд Великобритании, и, в частности, Министерство секундных справ, присвятили целую большую конференцию, как раз для того, чтобы всех партнеров... Это были представители 30 стран, всех впливовых институций, МВФ, ЕБРР, Святого банка, где, по-перше, мы говорили про прогресс в реформах. Уряд презентировал следующие следующие кроки. Конечно, говорили про проблемы, про то, что есть певное пробуксирование с борьбой, с коррупцией, про то, что важно в вопросе энергетики дерегуляции сделать, запровадить пенсионную реформу, проголосовать за реформу охраны здоровья. То есть, есть ряд задач, которые мы должны объединять усилия, не готовиться к следующим выборам, а продолжить курс реформ. Но это факт доверия, это величайший сигнал, когда уряд Великобритании собирает министров закордонных справ из 30 стран, представителей урядов, их проговорит. Поэтому я считаю, что сейчас это будет очередной стимул в Украине, мотивация продолжать. Анна, ну, нашим депутатам еще понять, что у нас это доверие наших западных партнеров, оно не безразмерное, не безграничное. Это тоже ресурс для переговорной позиции. Спасибо вам огромное за эти вопросы. Анна Гавко, глава парламентского комитета по иностранным делам, была гостьей подробностей недели. За это вам еще раз спасибо. Еще одна тема, которую представители Украины всегда затрагивают на переговорах с западными лидерами, и которая, несомненно, будет обсуждаться и с Тилерсоном, и с Генсеком ООН, это вопрос освобождения заложников. Речь идет о тех украинцах, которые до сих пор остаются в плену у боевиков, несмотря на все попытки их обменять. На этой неделе парламентский уполномоченный по правам человека Валерия Лутковская заявила, что Украина готова к любым формулам такого обмена. Одного, на двоих, на троих. Но боевики и Россия на это не соглашаются. А вот почему это происходит? И что может заставить боевиков и Россию все-таки освободить украинских заложников? Это темы для разговора с Ириной Герасченко, уполномоченной президента Украины по мирному урегулированию на Донбассе, и участник переговоров в рамках контактной группы в Минске. Ирина, вас приветствую. Скажите, вот на этой неделе появилась информация о том, что Украина готова к любым условиям для освобождения заложников. Тем не менее, боевики и Россия не идут на это. В чем причины? Что мешает, наконец-то, освободить заложников? Доброго вечера всем глядачам телеканалу «Інтер». Я хочу подякувати телеканалу за такую постійную увагу до надскладной темы заручников. Тема звольнення украинцев, которые незаконно отримаются на оккупованных территориях, является ключевой на всех международных переговорах и принциповой для гуманитарной подгрупы в Минске, для тристоронней контактной группы. Мы дали ответы по каждой человеке, которую запитывает другая сторона, где она находится, за какими статями она затрирована или выполняет покарание за вирусом суду. В общем, мы уже несколько месяцев не можем добиться информации относительно списка украинских заручников. На сегодня, сгідно информации СБУ, 132 украинцы находятся на тимчасово окупованных территориях, в тюрьмах и утримаются там незаконно. Это цивильные, это войсковые, это человеки, это женщины. И, на жаль, список заручников взросла в первую очередь за рахунок проукраинско налаштованных цивильных граждан Украины, которые находятся на окупованных территориях, которых хапают за надуманными статями, терроризм, подготовка диверсий, просто кидают в буцигарни и потом шантажуют ними Украину. Так вот, у Минску мы не отримали информации про 132 заручника. Нам только сказали, что в Ордо находится 55 людей и в Орло 14. Но не дали информации по прозвищам, по долям. Также на прямое наше запитание, и мы уже втретя ставим его в формате Минской группы, также в перерывах мы надсилали соответствующие листи до ОБСЄ с требованием объяснить ситуацию по журналісту Станиславу Асєєву. И вот мы получили таку цинічную ответственность от представителей Ордо, что они не имеют официально информации, что он затримал, где он находится и так далее. Очевидно, что затримание журналіста, который в всех странах мира, которые имеют особенный иммунитет, потребует сегодня подвижной внимания не только украинской власти, которая всюду кричит про эту историю, а и всего мира. И поэтому мы требуем сегодня так же, чтобы и ОБСЄ, в том числе координаторы гуманитарной группы, тристоронней контактной группы сделали соответствующие публичные заявки с требованием до представителей Ордо, так званых, чтобы они надали полную информацию относительно места утримания журналіста Асєєва. Ирина, а если говорить о том, в каких условиях содержатся украинские заложники на неподконтрольной территории, что об этом вам известно? У них есть доступ к медицинской помощи, скажем. Все-таки многие заложники уже очень долго находятся в плену. Я дякую вам за це запитание. Действительно, серед заручеников є хлопці, наши герои, військовые, которые больше двух лет утримаются. Мы знаем только место их утримания. Это Макеевская колония. Протягом этого времени один раз до них допустили представника миссии ООН «Справ людини» на несколько минут. И это не была особистая встреча. Там были присутствующие так званые представники ОРДО и боевики. И не было жодного особистого контакта с Международным комитетом Червоного Христа. И, как вам известно, туда допустили одного народного депутата. И, власне, сейчас, когда мы в Минске раз по разу поднимемо вопроса необходимости допуску Международного комитета Червоного Христа. И, власне, вопроса необходимости допуску обмудсмена Лутковского, который, согласно своему мандату, имеет право проверить условия утримания украинцев. Мы чувствуем отмоги от представителей контрольных Российской Федерации ОРДО и ОРЛО, которые говорят, что нет, там их проинспектировал уже один народный депутат, у них все гаразд. Мы не знаем, насправді, ані умов их отримания, ані, чи є в хлопцях доступ до медицинских послуг. Вони час від часу передают листовки, листи своїм родичам, и в тих листах тривожная информация относительно состояния здоровья. Всех, кого мы извольняли, заручников потребовали очень серьезной психологической помощи, очень серьезной реабилитации медической. Я, до речи, хочу подякувать президенту Украины, который выступил с важной инициативой, что все заручники, которых мы извольнили, они имеют право проходить такие лековы в колишней закрытой лекарне 4-го управления, где раньше только министры лековались и депутаты. И вот даже цими днями несколько хлопцев, которых там рік тому удалось извольнить, но раны, знаете, они страшные, и психологически страшная ситуация. Они проходили там снова такие-таки курсы реабилитации. Ирина, ну а можно использовать инструменты международного давления, чтобы освободить украинских заложников? Все-таки, ну, уже ясно, одних только украинских сил для этого точно недостаточно. Власне, вы прави абсолютно в том, что нам всем святом нужно требовать от Российской Федерации и в нормандском формате, и на всех международных майданчиках вимоги доступа Международного комитета Червоного Христа до наших політвязнів в Росії и до тюрем на оккупованих територіях. И, до речі, сего тижня у Минску відбывалася ж не только работа Минских групп и тресторонней контактной, а и парламентская асамблея ОБСЄ. И очень важно, что украинская делегація в один голос госту расставила питание именно о гуманитарной и безопасной ситуации на Донбассе. Наши коллеги, Артур Герасимов, и другие депутаты, которые представляют там украинский парламент, информировали всех наших партнеров, все страны, члены ОБСЄ, их парламенты о недопуске Международного комитета Червоного Христа до заручников, о незаконном утримании протягом двух лет украинцев, о блокаде вопроса звольнения заручников, о компромиссах, на которые украина. И, власне, вы знаете, европейцы шокованы этим. Они не могут поверить, что есть такая территория в Европе, где просто заблокировано доступ Международного комитета Червоного Христа. Но очевидно, что такие порушения гневные гуманитарного права вымагают сегодня и безжирской публичной реакции и самого Комитета Червоного Христа, и ОБСЄ. Ну, главное, чтобы европейцы теперь этот свой шок конвертировали в конкретные действия, наверное. Спасибо, Ирина Геращенко, уполномоченная президента Украины по днирному урегулированию конфликта на Донбассе, отвечала на мои вопросы. Тем временем, на востоке Украины война продолжается, и гибнут люди. Один погибший и один раненый. Это страшная статистика только с сегодняшнего дня. Боевики стреляют по всей линии разграничения и превращают жизнь мирных людей в прифронтовых селах и городах в настоящий ад. Окупанты специально стараются разрушить важную инфраструктуру. Сегодня ночью обстреляли Луганскую ТЭС. Уже несколько недель фактически на грани гуманитарной катастрофы город Торецк. Там большие проблемы с водой. Целый год нет света в Зайцеве. Как выживают люди на линии огня и как ремонтники под пулями пытаются им помочь. О ежедневных подвигах обычных людей Геннадий Вивденко. Они уже в десятый раз проходят этот участок. Кажется исследован каждый сантиметр земли. Но до врага километр два и уже утром тут могут появиться растяжки и мины покрупнее. Смертельные подарки от диверсионных групп оккупантов. Были противотанковые мины. А так попадается разная. Проверяем перед началом работ каждый день. Перед началом как техника зайдет. Только после такой проверки начинают работы бригады ремонтников. Они тянут свет из-под контрольной Украине территории. Так проходит прокладка линии электропередач до Зайцева. Всего надо проложить 6 километров опор. Это происходит электрификация освобожденного Донбасса. До освобожденного два года назад поселка Зайцево осталось совсем немного. Сколько надо проставить? В районе наверное около 20 штук. Рабочие под огневым контролем врага. Каждую минуту рискуют жизнью. Знают, что в любой момент могут оказаться под пулями. Мы проходим. Тяжеловато, конечно. Люди работают. Люди без света сейчас на защиту. Помогать надо. Это нет. И этой помощи очень ждут тут. В районе под неофициальным названием Жованка в Зайцево. Ведь люди здесь очень долго живут без света. Электричество в подконтрольном Украине Зайцево не было уже год. Местные жители очень хорошо помнят, как после тяжелого крупнокалиберного обстрела была повреждена линия электропередач. Кстати, идет она с оккупированной Горловки. Год назад боевики ударили из крупного калибра. Разрушили всю электроинфраструктуру. На опорах после обстрела только ошметки кобелей остались. Вот чем освещается. А что это у вас? Генератор. Подключайте через генератор. Лампочки? Не лампочки. Вон 6-киловаттный стоит. Надо качать воду, качаем. А что делать? Житель Зайцево Михаил ждет света очень долго. Сомневается, правда, что с той стороны дадут возобновить электроснабжение. Уже столбы ставят. Только на сколько надолго или нет, кто его знает. А что может случиться? А? А что может случиться? Да, все что угодно. О, как нет уже. В доказательство показывает так называемый сапог. Это снаряд с танкового гранатомета. Прилетел к нему во двор, уже которую неделю поселок засыпают гранатами. Да вон она лежит. Граната называется. Вон сюда. Вот четыре окна веки на Бугу. Михаил говорит, окна в доме менял уже раз 30, ведь жить приходится под постоянным огнем. Очередной обстрел в Зайцево начался сразу после беседы с Михаилом. На мирных улицах снова свистят пули из пулеметов боевиков. В городе по соседству Торецке так и не решена проблема с водоснабжением. Боевики перебили водопровод от оккупированной Горловки до подконтрольного Украине города. Поэтому в дома Торецка вода подается ограничено по два часа в сутки. А боевики шантажируют украинскую сторону, которая готова начать ремонт. их сторонам не дает возможно ехать ремонтным бригадам. С ними перемоглялись международные организации червоных крестов. В принципе договоренность уже была досягнута, но в последний момент они дали минус и бригада не поехала. Когда у нас осталась личная встреча, мы ездили специально, пытались донести боль, скажем так, глаза в глаза, противоположная сторона сказала, что она попытается донести эту проблему руководителям ОРДО. Однако? Однако мы без воды. Мы надеемся на президента, мы надеемся на правительство. Любая помощь нам сейчас крайне необходима. Сейчас торецкие пригороды спасают погода. Жара немного спала, но новое повышение температуры грозит гуманитарной катастрофой в городе. Геннадий Вивденко, Евгений Пахальчук, Руслан Ревьюк. Подробности недели телеканал Интер из Донецкой области. А пока наши военные воюют с оккупантами, полицейские решили повоевать с журналистами. На блокпосту в районе Марьинки задержали съемочную группу телеканала 1+,1. Хотя все аккредитации в зону АТО у журналистов были. Силовики отказались пропускать их в сторону Волновахи. Корреспонденты стали снимать поведение полицейских. Те в ответ потребовали удалить видео. У Натальи Нагорной выбили из рук телефон, после чего лицом вниз повалили на землю. На место приехала оперативная группа для составления протокола, но заявления от журналистов зарегистрировали почему-то не сразу. После конфликта военкорам пришлось снимать побои. В полиции поведение своих подчиненных объясняют нервной работой и подчеркивают, что у журналистов не было разрешения вести видеосъемку на блокпосту. Сейчас проводится служебное расследование, чтобы понять, кто же все-таки виноват. И еще одно расследование, которое придется провести национальной полиции. По поручению прокуратуры киевские полицейские занялись уголовным производством по факту обнародования на сайте миротворец личных данных журналистов, якобы аккредитованных на неподконтрольной территории Донбасса. Полиция просит обратиться к следователям всех медийщиков, чьей профессиональной деятельности был нанесен ущерб. Напомню, сайт миротворец работает в тесной связке, если не сказать больше, с видным фронтовиком и советником министра внутренних дел Антоном Герасченко. Бюджетный комитет Верховной Рады сегодня провел уже второе воездное заседание на Донбассе. На этот раз в Луганской области. Этому региону политики обычно уделяют гораздо меньше внимания, чем в Донецкой области, хотя проблем там точно не меньше. Это и недостаток бюджетного финансирования, и разрушенная инфраструктура. Депутаты пообещали разработать необходимые законодательные решения. Потреба Луганской области на сегодняшний день в дополнительных гривен порядка 2 миллиарда гривен. В первую очередь медицина. Мы подавилися. На подконтрольной территории находятся 3 из 14 мест областного значения. Відповідно, большинство медицинских закладей, включающих областную лекарню, включающих онкоцентр, кардіоцентр остались на подконтрольной территории. Тут треба с нуля строить областную лекарню. Цена вопроса 711 миллионов гривен в ценах 2017-го. У нас есть потреба отборения, как и кругом, особенно оккупованных территорий, дорог. Цена вопроса по оценкам областной администрации 300 с хвостиком миллионов гривен. Это же касается вопроса. Мы, поспілкувавшись с людьми, с бюджетниками, сделали выяснение, что то, что работает на всей иншей территории Украины, не может работать на сегодняшний день в так называемой серии-зоне. Например, с удивлением я узнался, что украинские ученики, которые работают здесь, получают точно так же зарплату и медики, как и все другие территории Украины. Хотя, понятно, что зона безопасности намного больше и люди на самом деле должны получать эту зарплату больше. Мы сегодня обговорили вариант, чтобы вдвече увеличить коэффициент заработной платы для бюджетников, для людей, которые работают в цивильной администрации, в органах местного самовырядувания, медиков, лекарей. Миллиарды долларов ежегодно Украина теряет из-за незаконных вырубок леса. Это и прямые потери для бюджета, ведь существенная часть всех лесозаготовок в стране работает в темную и невосполнимые экологические потери. На юге Украины незаконные вырубки уже провоцируют опустынивание целых районов. На западе, в тех самых лысеющих Карпатах бездумное уничтожение леса приводит к масштабным наводнениям. Об этом говорят экологи, об этом не забывают активисты, а вот большинство политиков увлечены совсем другими темами. Впрочем, в ближайшее время это может измениться. Такими красотами села Делятина в Ивано-Франковской области можно было любоваться еще пару лет назад. Вот во что превратилось село после наводнения. Дождь шел всего полчаса, а в Делятине вода бежит рекой. Полсотни потопленных домов и озера вместо полей. Великие потоки урвались из лесов. В лесах вырубка шла лесу. Нормальный лес забрали, другие куски леса полишали, которые шли с водой и закрыли все протоки. Эти канави не могли нормально принимать воду. Владимир теперь живет словно на краю обрыва. Вода подмыла фундамент дома. Еще один такой дождь и здание может просто снести. Вода куда пришла? Все пришло людям по городу. Вот и понимаете, что не делали. Подмело. Тут вода вот так шла. По коленам. Вода заливает села все чаще из-за облысевших склонов прикарпатских гор. Отсюда регулярно вывозят сотни срубленных деревьев. Масштабность выработок очень большая. Если в ночи поставить нормальный видеонагляд, то можно зафиксировать десятки сотни лесовоз погруженных. И то лесовоз не такие по 16-20 кубил, а такие по 40-50. Практически небольшие вагоны. Михаил показывает место, где совсем недавно уничтожили здоровые деревья. Вчера дикий случай натрап в колишней військовой части. Свежо срублены пни диаметром где-то метр двадцать. Деловая деревня вывезена. Деревья были полностью здоровые, не подлегали санитарные рубки. В себе в прибыль государство в убыток. И потери эти исчисляются миллионами. В экоинспекции оправдываются, они только фиксируют нарушения противостоять вырубке задача лесной охраны. У них и полномочий и возможностей больше. Мы не занимаемся суд охороной леса, мы занимаемся контролем. И наскільки знаю, там того года складано на миллион. То есть тысячи человек на миллион. Четыре миллиона туда приехали, я точно не могу ответить. А инспекция шесть человек на 12 миллионов. То, что не замечают силовики и чиновники, можно увидеть с высоты. Чтобы понять масштаб такого облесенения, мы поднялись на вертолете, наш маршрут мы пройдем над Карпатами в сторону при Карпатии и постараемся сравнить, какие были места вырублены в прошлом году, какие появились в КП. Одна, вторая, следующая. Да, да, да. Вот это вот оно. Чем дальше влез, тем больше дров. В небе над Карпатами эта поговорка хоть и звучит цинично, но очень актуальна. А цинизм черных дровосеков шокирует. Ивано-Франковская область, Прикарпатия, сплошные лысины на склонах гор, а на окраинах села дома, которые теперь под угрозой затопления. Вырубка леса для них означает стихийное бедствие. Подобное уже было в 2008-м. Тогда из-за наводнения погибли 39 человек. А еще раньше большая вода сносила все на своем пути. Когда было там селой и села смывало, у нас, я почему помню, у нас трубы снесло немтяные, повыровала там труба, которая идет здесь, немтяная труба. И тогда обратили в первый раз серьезное внимание, что вот эта вырубка леса, к чему она приводит. Начали строить заградительные сооружения, начали заниматься, много денег сюда направили. А сейчас это повторная волна идет. В регионе, где нет собственного производства и туго с работой, устоять перед соблазном быстрых денег сложно. Минимум 5000 гривен получают черные дровосеки за распиленные на круглях дерево. Достаточно вывезти его за рубеж, а до границы тут рукой подать. Принят был закон, запрещающий вывоз кругляк. и мы надеялись, что этим остановится эта незаконная хищническая деятельность. Этого не произошло. У нас крышуют. Все начинают, местные области, кончая проходить в город. Все в этом деле. Есть инструкции, чтобы бороться с этим. Только внимание общественности, только показывать, что сегодняшняя ситуация, только показывать, что они грабители, что нарушают закон, привлекать людей. Это прошлогодняя, слева. А у нас справа свежачок. Посадить вертолет на одном из таких пустырей рискованно. Тут одни пеньки. Наземный маршрут. Идем вдоль проложенных тяжелой техникой рвов, по которым и сплавляют лес. Несмотря на масштаб откровенного преступления, даже депутаты признают свою беспомощность в этой борьбе. Не помогает и мораторий на экспорт кругляка. А что будет, когда в обмен на транш Евросоюза запрет попросту снимут? Ответ спрогнозировать легко. Зеленые Карпаты просто исчезнут. Ирина Баглая, Жанна Дучак, Зиновий Автонас, Вадим Сверидонов из Прикарпатья. Подробности недели телеканал Интер. Я приветствую самых стойких зрителей подробностей недели. Спасибо, что вы с нами. Мы снова в прямом эфире. Большой переполох в областном департаменте здравоохранения в Днепре. Сегодня рано утром туда нагрянули сотрудники военной и генеральной прокуратур. Но на месте был только охранник. Пришлось вернуться позже. В кабинеты попали около десяти и сразу закрылись в бухгалтерии. Интересовались документами по закупкам препаратов для гемодиализа. Узнав об обысках, пришли и больные почечной недостаточностью. Говорят, из-за следственных действий они могут остаться без гемодиализа. По их словам, проблемы с закупкой препаратов начались еще полгода назад. В феврале, когда должен был состояться тендер. Но до сих пор его так и не провели. Чиновники обещают попытаться сделать это уже в ближайший понедельник. И постоянные срывы закупок препаратов, и отсутствие доверия к медицине. В результате в стране массовый отказ родителей от вакцинации. Результат вспышки инфекционных заболеваний в стране. Сейчас Украина на пороге эпидемии кори. Заболевших уже сотни и два летальных случая. Иностранным гражданам даже рекомендуют делать дополнительную прививку от кори перед поездкой в Украину. А как быть самим украинцем? Любовь Кукла расскажет. Девять сотен заболевших и два смертельных случая. В Украине вспышка кори, которую уже неофициально называют эпидемией. И самая трагическая ситуация в Одессе. Именно здесь от осложнений после кори погибли дети. Это произошло в июне месяце. Оба ребенка, к сожалению, не были привиты. Коревая пневмония протекает очень тяжело. В инфекционную больницу Одессы каждый день обращаются 10 человек с подозрениями на корь. И такая ситуация не только на юге. Настоящая беда на Западной Украине. В Ивано-Франковской области уже полтысячи заболевших. И все из-за прививок, а точнее их отсутствие. Мария Татарин в больнице с пятилетней дочерью. Сознается, вакцинацию ребенку в свое время не делали. Так и большинство родителей в регионе из-за страха. Мне кажется, что большинство не щеплено. Большинство очень редко щеплено. Боятся, поделятся, покажут по телевизору всякие, что там дитина померла, там еще что-то, там еще что-то и боятся. Но только поделиться, как дитина эту тяжко перенесла, то лучше было бы щепить. Стал инвалидом или аутистом после прививки. Вакцина, которая калечит детей, это давно известные страшилки, которые активно тиражируются на интернет-форумах для родителей и передаются из уст в уста. Именно поэтому отказалась от вакцинации и Юлия Филиппович, мама семилетней дочери. На детских майданчиках, разговаривая с другими своими подругами, молодыми мамами, были достаточно неприятные ситуации, халатность лекарей, когда дитина осталась после КПК инвалидом. Она сейчас в вузочку, не ест, не разговаривает, это была такая трагедия для родителей. И хотя в стране нет доказанных случаев взаимосвязи между прививкой и инвалидностью, в Украине родители от них отказываются массово. Таких низких показателей вакцинации детей нет нигде в Европе. Во многих странах, в том числе Соединенных Штатах, Великобритании, Австралии, там даже в законодательном уровне закреплено то, что то ли родители детей не вакцинированных в плане медстраховки в определенной теряют льготы, или детей не допускают в определенные недошкольные коллективы. Это Евгений Шустер, врач-эпидемиолог из Израиля. Здешняя медицина считается одной из лучших в мире. И тут, как и во всех цивилизованных странах, вакцинация является обязательной. Хотя отказ от нее возможен, к примеру, по религиозным соображениям. У нас даже есть целая категория людей, которые принципиально не делают детям никакие прививки. Это ультра-ортодоксальные евреи, которые проживают в специальных местах повышенной концентрации таковых, у нас в Браке или в Иерусалиме, которые не признают ни конвенциональную медицину и вообще ничего, считают, что все в руках А в Украине все в руках Минздрава. Ведь если в Израиле вакцина есть всегда и в достаточном количестве, то у нас с этим постоянные проблемы. Графики закупок прививок уже много лет попросту срываются. Буквально до последнего времени вакцины в достаточном количестве, чтобы обеспечить весь контингент детей, не было. Сейчас же информация в Министерстве здравоохранения, что во всех областях Украины имеется вакцина Приорикс, это Глакс 8 Минздрава. Вот в достаточном количестве. Но упущено, конечно, время. Проблемы с поставками вакцины от кори касались всей страны. Исключением был разве что Киев. Вакцина в достаточном количестве, она не заканчивалась, но она все время была. Но настоящий аншлаг в поликлиниках начался только сейчас, после масштабной вспышки. И если первую прививку КПК надо делать ровно в год, теперь в очереди за уколом дети самого разного возраста. Вот такая быстрая необходимая процедура при наличии вакцины в регионах могла бы сохранить здоровье сотня маленьких украинцев. Постоянные срывы графиков, низкий уровень медграмотности и доверие к системе медицины. Это главные причины, почему родители не вакцинируют своих детей. Прислушиваясь к сарафанному радио, а не к советам врачей. Хотя медики уверяют, вакцина, которая поступает в больницы, проходит все необходимые проверки, а легкомысленность в этом вопросе неизбежно приводит к новым вспышкам казалось бы, давно побежденных болезней. Любовь кукла, Сергей Ауслендер, Жанна Дучак, Сергей Ведмить и Богдан, Ставруцкий. Подробности недели телеканал Интер. Это все на сегодня. Вы смотрели подробности недели с Алексеем Лихманом. Спасибо вам за внимание и не забудьте подвести итоги следующей недели вместе с нами в пятницу, будущую в 20.00. Субтитры создавал DimaTorzok